Привет, друзья, с вами Здравый Малый, и мы снова ищем лучший автомобиль для инвалида, и сегодня у нас на обзоре чудо немецкого автопрома Volkswagen Jetta. Как гласит русская пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот мы и посмотрим сегодня, насколько подходит этот немецкий автомобиль инвалидам отечественной сборки. Ну и по классике, друзья, начнем осмотр внешней части автомобиля с ручек, переключателей, капотов. Не, Jetta явно не подходит в сфере открывания капота для меня, для карлика, для этого страшного слова, которого вы все боитесь. Все-таки придется вам прибегнуть к помощи полноценно. Ребят, есть одна лошадиная сила, а есть одна карликовская сила. И мы сегодня проверим, вот хватит для одной карликовской силы, чтобы закрыть капот. Нет. И, собственно, что мы видим? Первое, на что я лично обратил внимание, так это пространство, которое здесь, собственно, и есть, пустое. Сюда можно еще одному карлика положить и, собственно, заниматься нелегальной перевозкой карликов через границу. Щуп масла, понятно, я достану. А кумчик в шубе на зиму тоже можно поменять. Проблема возникнет у нас, опять нужно будет просить полноценного поменять воздушный фильтр и свечи. Отдельная приятная вещь, которая здесь есть, это масляный фильтр, который вот даже я могу достать, друзья, идеально. Смотри, по багажнику, короче. Вот багажник, вот кнопка, открывается, смотрим. Много места, палец ударил, больно, неприятно. В принципе, ничего сверхъестественного. Багажник большой, 3-4 карлика, 4 максимум, сюда заместится спокойно. Это единственный багажник, который я с легкостью, вы не поверите, с легкостью могу закрыть. Открыл. Закрыл. Сами полноценные. Для Volkswagen главная скромность, но не для карликов. Вы понимаете, нам нужно выделяться, нам мало этого по жизни, понимаете? Нам хочется постоянно кричать о себе, ребята, я здесь. Volkswagen вам этого не дает. Нет. Не нравится мне этот автомобиль. Детка, хочешь оценить зазоры этого автомобиля? Да что ты, смотри, надо вот так вот, берешь, только показывать. Во, глянь, зазоры. Ладно, давай. Все четко, четко, не влазит. Не влазит. В кое-то веке я скажу вам, что это хорошо. Пробуем залезть в автомобиль, погнали. О, господи. На мой взгляд, это максимально быстрое залазение в этот автомобиль. Вообще, в принципе, во все автомобили, которые мы до этого снимали. Пятюрочка Volkswagen, да, вот такая грязная пятерочка. Итак, мы в салоне этого дивного автомобиля. Вот эта бибиколка непонятного тяжелого пластика меня смущает. Завод-изготовитель? Немецкий. Немецкий завод-изготовитель? Но эта тачка собиралась в Калуге. Но эта тачка собиралась в Калуге. Забрала ты меня поправлять. Ну что за немецкие колухчане? Ну, немецкая тачка в Калуге, то есть. Для любителей откупоривания жопки автомобилей из салона здесь есть потрясающая кнопочка. Куда-то я ее... А, нет, я, короче, вот сидя в автомобиле, я до этой кнопки вот лично я не достану. Это колясочник, у которого длинные руки, ну, собственно, без проблем. Откупоривает жопку автомобиля из салона этого автомобиля. Единственное, не хватает кнопки закупоривания жопки. Вот. Но это, наверное, более лухари какой-то комплектации. Ручник сильно дернутый. Вообще нормально, прям как на мужика. Вот так вот надо с ручником. Ручнику нужно показать, кто здесь хозяин. Но особое внимание в этом автомобиле мы бы хотели все-таки уделить восьми колоночкам, которые здесь есть. Наваливаем узло. Да, по эргономике все ровненько, все. Довсюду я достаю. Руль удобный. Регулируется по высоте. Но я вот сел сюда, и мне все, в принципе, подходит. Самое время, ребята, проверить, как же она рулится, как же она ездит. Ребята, как вы слышите, педаль газа мы все-таки прикрутили. Одну. Одну. Почему одну? Потому что до педали тормоза я достаю, и мне ее хватает. Друзья, на самом деле, сейчас вот вы не представляете, как очкует оператор. Оператор почему очкует? Потому что именно он сегодня нам прикручивал педали. Человек делал это первый раз в жизни. По посадке. Никаких претензий абсолютно очкам. Я достаточно близко сейчас сижу, близко к лобовому стеклу. И мне не мешают стойки абсолютно. Вот эти стойки, которые держат, собственно, лобовуху, держат боковую часть автомобиля. Руль удобный. Охват удобный. Не знаю, контроль. Газку, конечно, хочется дать, потому что ты знаешь, что в ней 1,6 литров. Это на 0,02 больше, чем у меня. Но, типа, ощущение, что вот она прям может. Она прям может тебе дать ту скорость, которую ты прям ты хочешь. Да заткнись ты, не пристегнутый я, карли. Кому же нечего бояться в этой жизни. Бля, суп, бля. Немецкий производитель оценил этот автомобиль в 900 русских рублясов. Это слишком жестко. Мне с моей второй группой инвалидности потребуется, ну, около 7,5 лет. И Volkswagen мой. Только, че жрать-то эти 7 лет? Несмотря на то, что тачка городская, она проехала в Крым туда и обратно два раза. Она побывала в Сачах. Хозяин на ней гоняет по городу с невероятными скоростями, с какими-то... И за три года у нее там, ну, не знаю, фара перегорела. Это максимум, что с ней случалось и такого кардинального. Поэтому, друзья, нам вновь удалось найти автомобиль, который подходит инвалидам. Да-да, этому страшному слову, которого вы все боитесь. Volkswagen Jetta – классный автомобиль, правда. Прям классный. Прям другого ничего не могу сказать. Прям... С вами был канал Здравый Малый. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте свои лойсы, репостите, рассказывайте друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok ОБАКИ!